Да, Татьяна, к футбольным матчам-то я уже приготовился, достал из шкафа свой любимый футбольный шарф с буквой «Д». Вот нагладил его, но «Динамо» пока, пока, пока не готова к матчам, но готовится. После перерыва футболисты вышли на газон вот этого современного спортивного комплекса «Темп». Здесь они проходят тренировки в обтягивающем режиме. Что касается приобретений, конечно же, безусловно, они будут. Тут это Данил Гавиловский, возможно, пополнит ряды, и Роман Тузовский. Из потерь на просмотр отправится, возможно, защитник Ершов, новотроицкую носку. Праздники немного затянулись, все равно хорошо, все здоровые вышли из отпуска практически без потерь. Атмосфера позитивная, что сейчас, пробуем что-то новое тренировать, смотрим, как весной будет результат или нет. Безусловно, одной из главных новостей стало назначение Александра Суровцева тренером «Динамо». Именно он и будет готовить команду к весенним матчам чемпионата. Что касается Сергея Шишкина, здесь пока ситуация не ясна. Контракт у него до конца мая, скорее всего, он будет не расторгнут, поэтому пока неизвестно, приедет ли вообще тренер сюда, в Барнаул. Возможно, он останется у себя дома в Самаре, но зарплату будет, тем не менее, получать. Я хочу, чтобы все-таки мы все и болельщики, и команда, и журналисты, все-таки, ну, моя, во всяком случае, мечта, пришли к другому направлению, к положительному. Могу только сказать, что ситуация, ну, в клубе она всегда, никогда не была простой. Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы мы все вместе пришли к какому-то положительному итогу. Возвращаясь вновь к тренировкам, скажем, что команда их продолжит здесь, в современном манеже «Темп», как я уже сказал ранее, и при этом будет совмещать их с манежем политехнического вуза. Но там, правда, вот покрытие оставляет желать лучшего. Что касается непосредственно контрольных матчей. В феврале запланирован турнир, правда, неизвестно количество участников, как сказал Александр Валерьевич. Многие, просто не набирается состав участников, и, возможно, «Динамо» заявилось лишь одно, заявится лишь одно. Сыграют в апреле на традиционном турнире «Фомичева», и потом уже выходят плавно на официальные матчи чемпионата. Пока же тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Татьяна.